Склейка трех листов подряд. Вот так. Safety first. Очки, рубанок на максимум. Посмотрим, что получится. Первый раз делаю. На ютубе посмотрим. С обратной стороны. Как-то так, более-менее, надо в будущем, конечно, купить специальную насадку для пилы Scarfer, которая будет аккуратнее делать без опилок, меньше опилок, всяких звуков. Вот так выглядит Scarfer. Купил, сделал, установил. Следующий этап буду использовать. Вот сюда подаются листы. Это просто защитная сверху. Вот и получается для нас пила очень большая у Scarfer. Под углом. Так, приступаем к следующей стадии. Для этого нам нужен навес. Вот такой я соорудил пати-павильон. А вот здесь буду сооружать все оставшиеся holes. Чтобы солнце и дождик не мочили. Такая довольно хлипкая конструкция, но если не привязать веревочками, то вроде как ничего. Главное не помешать пауку. Пати-павильон. Что там в этом павильоне? Так. Ага. Пати. В полном разгаре. Поехали. Добро пожаловать в проект. Где это? Новый бот. Ва... Ага. Ааа. Ааа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ткани нужно много, даже на один поплавок. Это, кажется, 90 метров рулон. Поплавок всего шесть с половиной. Посмотрим, сколько он возьмет ткани. Вот на пиле тут bulkheads. Сейчас будем попробовать их примерить, что получается. Впереди у нас номер два. Номер два. Вот так я работаю. Мне очень тяжело, жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так происходит действие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закрываем носовую часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Намазал тут клеем. Вот это белое, это так называемые microcells. Для увеличения объема. То есть они очень легкие, получается. Это, чтобы заполнить пространство на носу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас наживлю здесь. Смотрим, что будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 уже наложить слои файброкласса, ткань, в смысле, отламентировать. Я в этот раз тоже решил делать только с одной стороны ламинировать, с другой стороны не ламинировать пока. Потом, когда соберу, надо заламинировать. Не очень-то это тоже хорошо. Ну, в третий раз, когда мы будем мейнхолл делать, мы это все попробуем обе стороны заламинировать и все заклеить как положено. Так, добро пожаловать на этот этап. Сегодня мы будем вырезать ткань для оклейки поплавка. Сначала нужно все разложить, разрезать, все обложить, посмотреть, чтобы все совпадало. Нарезать пил плай, чтобы все потом закрыть. Потому что, как только вы разведете смолу, у вас будет только полчаса, чтобы все закончить. Это очень-очень мало. Нужно будет очень скошить, должно быть все по рукам, по рукам. Сейчас будем вырезать, кроить. 聊, 2, 3, 2. В 2 самоциклах. dura. Все세 Gettingлип interviews said в 1 absolutely I! 1rage. 3 до 4. двух, 20, 13, 14, 15, 22, 32, 13, 24, 14, 17, 14, 14, 25, 31, 16, 15, 24, 22, 30, 14, 15, 25, 25, 25, 25, 25,. 17, 16, 25, 16, 25. 9 долларов за метр все пошло в мусорный ящик, это все одноразовая штука вот так все просохло, мы начинаем отрывать пилплай здесь вот попробовал еще gel coat, что получилось просто тест вроде ничего, как бы первый слой можно будет зашкурить клеем уже замешан и уже разогрелся, надо по-быстрому так выглядит заделанный поплавок, дырками я займусь позже вот так вот я его заделывал тут вот этих ратчетов не хватило мне, он прямо вспучивался волнами, пришлось стяжками, тоже так же, как стичинглы делать вот а тут уже даже за файдрогласин верхняя часть все такое nice and smooth меха ошибка вот короче, снял стяжки слишком рано и этот край приподнялся с этой стороны все засохло я даже не заметил и все зафайдрогласил тут сверху сейчас буду срезать часть, ставить заплатку вот так бывает могла быть хуже, как проблема заделана тут более-менее, можно потом еще посандить эту кривизну выровнять и положено первый слой gel coat все такое беленькое стали видны все эти огрехи и потеки потеки надо, конечно, обязательно вытирать что я не делал, теперь все придется сэндить снова потом вылезли такие огрехи, как края там, где был пилплай потом какие-то утолщения слава богу, пузырей нет идеально, только вот более-менее здесь получилось и то есть какие-то неровности все это должен скрыть gel coat надо положить еще несколько слоев этот полиэстер gel coat остается открытым в течение недели так что можно хоть каждый день накладывать новые слои и eventually все это можно будет скрыть вот стали видны также некоторые неровности самого корпуса это уже никак не исправить, к сожалению может еще подумаем, как может быть сточить вот так решил сделать еще одну запасную не так скажем, я ошибся, когда делал первую балку положил слишком мало ткани и еще к тому же налил мало эпоксидки она получилась легкая, легче чем другие и я, короче, боюсь теперь за ее надежность в общем, осталось еще немного ткани я решил сделать еще одну придется еще метра четыре докупить ну что сделаешь надо делать, чтобы все хорошо было так, первый слой у нас будет chop strand от обычной 300 что ли он GSM это чтобы самый нижний слой в общем, можно было там варьировать чтобы следующие слои ткани были защищены просто слой увеличивает слой эпоксидки снаружи для защиты от всяких повреждений сейчас мы будем все так вырезать продолжается наша работа вот короче, вчера купил такой вот цвет на распродаже чтобы ночью работать и еще купил очень долго его искал бэушный ножик о сейчас буду его испытывать вот такой вот ножик автоматически как он режет, интересно так вот такой вот кусочек ткани можно тресать вот такой вот кусочек ткани вдоль волокон пока поперек да, поперек не так радужно нужно нарезать 24 таких вот полоски и не дирекшнл это значит, что все волокна очень толстые направлены в одном направлении сейчас мы будем делать это с помощью нового ножа так вот я вот вот я так вот я подготовил чтобы все было удобно форму на ровную поверхность дальше мы сейчас на тряпочку нанесем вот такую ваксу для того чтобы потом было легко вытащить все это из формы у меня был уже неудачный опыт я здесь сломал форму когда вытаскивал это у меня сейчас будет делаться последняя как скажем крайняя крайняя не последняя балка поэтому лучше форму пока поберечь так все готово лучше заранее постелить так сверху уже апоксинку налить все у меня нарезано так 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 Так. Так. У нас ткань ложится из того, чтобы создать толстый слой сверху поверхности чтобы если какой-то был дэмэдж поверхностный чтобы он не проник и не испортил внутреннюю структуру поэтому очень тонко что устраивать над мы применяем чтобы просто удержать эпоксидку как таким вот тонким слоем на поверхности Ну теперь все готово Поел мороженого Очень важные коробочки Кисточка Диспособл Дешево Два товара Перчаточки Ну и масочка Ну и начинаем Заключительный этап День уже почти прошел Очень долго все это занимает Вот еще шесть таких лент С этой стороны Последняя Ткань Заключительный этап День уже Заключительный этап Заключительный этап Позрачка Заключительный этап Солнце садится, так я провел день, остался последний слой, дальше еще надо будет замазать, надо еще один слой и потом все зашпакует, это будет примерно 45 минут. Солнце садится, так лучше? Да. Солнце садится, так лучше? Солнце садится, так лучше? Солнце садится, так лучше? Теперь нужно просверлить тут намеченные отверстия, сточить все, выровнять. Тут еще два отверстия, тоже надо просверлить для усиления, а то потом не найти их будет. Вот, сейчас мы сверлим. Так, дырочки. Так, еще одна вот тут. Я сверлю, ты попала, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, с этой стороны. И one more. Тут проблема, надо сначала отпилить. Сейчас отпилием. Весь здесь, как все это расплакат. Здесь все эти игрушки уже на неволю, все это будет. Я это прям прикладно. Продолжение следует... 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 опять заделывать вот эти вот дыры. И это под покраску. Здесь вот я, к сожалению, покрасил этим полиэстром. Теперь не знаю, как быть. Но посмотрим, как пойдет. Нормально. Немножко притянется и с поправкой закрывается все. Готово. Ага. Открыв. Есть! Есть! Так вот и будем отмерять. Пилим и сверлим. Такие вот штырьки. Такие вот. Восемь штук. Потом еще четыре и еще четыре. Из большого длинного стержня. Ручное. Такое вот у нас стержень. Вот. Потом, когда будет все готово, мы пойдем и все детали установим вот сюда. Вот сюда. Так вот. Вот как все отверстия уже запиливаю. Сверх такой вот толщины лист. гатт. Готово жмем. Продолжение следует... 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 очень сильно бьет он даже на станке вот заказать нигде не нашел так по идее можно было бы заказать что у нас дальше да это пока вот гвоздиками что у нас дальше дальше у нас вот эта часть верхняя так аппер маленький да он большой поэтому надо малышей домой или пойдем пока другую балку довольно таки стала тяжелая вот так Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Короче, вот сюда надо муфты поставить. Тут это тоже надо закрепить, чтобы ничего не гуляло. Все это подогнать. Вот, и самое главное, вот тут ошибка получилась с той и с другой стороны. Вот, дырка, видите, четвертая там, прямо над балкой. Как туда вставлять этот треугольник, непонятно. Сейчас вот пока думаю, что делать. Или стачивать, или сваривать по-другому. Или отодвигать. Вот, такие дела. Тут нужно, короче, сварить такой вот толстый алюминий. Затем на перчатке. Вот, в прошлый раз варил, здесь обжег руки. UV, UV отжег, загорел, для кожи слеза. Затем на перчатке. Газ, газ, газ аргона. 25 кубиков. Сахар. Ваш, газ аргона. Продолжение следует... Перчика. 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 За моей криворукостью ничего не получается. Все черное, что-то с газом, может с руками. Мы выпьем за это прохладный кока-кока. Моростки свежие, красиво, а у нас продолжается работа. Сегодня, как видно, я попробовал впервые сложить его. Вот так вот получилось. Так вот он выглядит в сложенном состоянии. Не обошлось без эксцессов. Вот, короче, сделал уже огни, а они прямиком под балку пошли. Балка чуть-чуть не закрывается и придавливает эти огни. Навигационная беда. Вот. Вот. Что еще тут? Короче, вот эти свежесваренные брекеты оставил. Сейчас будем примерять. Просто их наживил слегка. Там они точно не совпадают, я знаю. А, короче, надо будет выпиливать. Прикинули. Вот. Краном я приподнял. Все тут установлены брекеты. Вот. И столько вот надо будет, видимо, отпилить. Довольно. Честно. Что сделаешь? Ошибка. Будем отпиливать. У нас некому. Так. И. Ну и покриваясь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз... Два... Ушло всего 130 грамм к ситке... Четыре слоя... 400 GSM... Вот так... Сначала выровняем... Продолжение следует... 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 Черт. Так, проблема. Тут у нас в среднем находится Мишку сдвинул, выпилил, вот что. Недолго играла, да, Наша? Я сейчас это. Розочка, пойдем домой? Иди ко мне. Отличная погода. Вот все выпили нас здесь. Здесь вот с краев я болгаркой стесал немножко, потому что он качается. Здесь была такая вот шейп. Вот поэтому он качался или я выпилил, чтобы он плотно лежал. Вот. Ну и тут все клеем замазал. Сейчас мы прямо залепим, чтобы выровнялось все. Прямо с этим же кульком, чтобы потом это драть можно было. Ну, это кирпич друг человека. Друг строителя лодок. Так вот. Такой вот кирпич. Видите, уже вымерено, посверлено. Может быть, придется немножко это сверли. Вы, наверное, спросите, почему я так одет. Потому что сегодня очень жарко. 37 градусов. Для Брисбана это катастрофа. Поэтому я оделся потеплее, чтобы сохранить. Ну, как в Аравии целую душу. Еще челну намотать. Ну вот. чтобы сохранить температуру тела вот сегодня. И работаем немного. Не больше полчаса. Так. У меня тут замочены в ацетоне винтики. Вот. Вот. намазываем. Я решила прямо сюда намазывать. на поверхность плотки плохо намазываться. Неправильно там. Недостаточно где-то. Решил так, не жалея, побольше. Больше. Сильяково. Вот. Вход из-за силы. остатки еще нам пригодятся. и пунктики заделывать. Так. Надо взять один ботик, чтобы наживить. И вот так начинаем закручивать. Оставьте, остались. Немножко макарно. Начинаем. Субтитры делал DimaTorzok. Закручиваем дальше. Закручиваем дальше. Закручиваем дальше. Закручиваем дальше. Закручиваем дальше. Закручиваем. Закручиваем. Закручиваем дальше. Закручиваем дальше. Закручиваем. 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка крепление трамплина для этого вот эти все уши примерно на таком расстоянии 50 сантиметров от линии вниз сверлим очки вот так вот так интересно получается нехорошо получается надо чуть выше а то здесь у меня уже трюмы начинаются сюда пока рукой не достать я собираюсь тут конечно сделать карманчики короче вот в эти трубки вставим кружки и замклеим как тут вот показано вот эта трубка называется трамплинс собираем и намазываем и намазываем так с этой стороны ты не надо а с правой стороны и сюда ups ногами мы сейчаснукнем вот вот ш Kerry Я думаю Можем еще сверху не питаться Надеюсь Так И вставляем Так 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 И Так Как хорошо. Вот так вот. Вот это замечательно. Оклея. Отлично, Константин. Как будто прикрутил, наживулил. Чтобы посмотреть, как получится. Сейчас испытаем. Самое лучшее испытание. Испытание ребенком. Опа. Давай, ползи. Не хочешь ползти? Давай с той стороны. Там вроде покрепче. Боится, значит... Так. Ну что, получилось что-то или нет? Пока еще не будет. Короче, совершил тут ошибку. Вернее, даже не ошибку, а просто... Решил... Переделать болты на шпильки. Вот, соорудил такую конструкцию. Сейчас буду вклеивать. Выбил все болты. Вот. Проблема в том, что... Эти болты срезают всю резьбу, которую... Во-первых. Во-вторых, там ничего не видно. Вода наливается. Вода наливается. В парках. Так что... Возможно, микрофон реформирует. Будем сейчас делать соорудилки. Вот. Так, еще не зашли. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...